Добрый день всем, спасибо большое за приглашение. Постараюсь быть максимально кратким, чтобы оставить больше времени на обсуждение. Я хотел бы разделить на два основных блока мои тезисы. Первое, естественно, связано с инфоповесткой, что сейчас происходит в армяно-российских отношениях и что происходит в Республике Орцах. И второе, то, что Джуни отметил по основным трендам, которые наблюдаются в регионе Южного Кавказа. Значит, сегодня мы наблюдали, как российский гуманитарный груз Российского комитета Красного Креста был доставлен в Республику Орцах по дороге окна Агдама-Степанакета. В действительности из общей повестки, возможно, этот инцидент или это событие выпадет, но это очень важный индикатор, который необходимо зафиксировать сегодня. Складывается ситуация, при которой российская страна в арцахском направлении пытается достигнуть своих целей и задач за счет уступок со слабой стороны. О чем речь? Можно зафиксировать, что сохранение заблокированного состояния Лачинского коридора с практическим параллельным функционированием дороги окна Агдама-Степана-Керк фиксирует счетное табло, что договориться по вопросу о открытии первых коридоров не получилось, а по второму Россия, если не продавила, то успешно поставила на повестку реализацию этого маршрута. И здесь вопрос идет уже позиций и восприятия России в регионе в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Достижение успехов в краткосрочной перспективе за счет слабой стороны ослабляет легитимность для дальнейшего присутствия уже в долгосрочной перспективе. Поэтому, наверное, рассчитывать на то, что мы здесь адхок решили какую-то задачу, тем самым мы добавили еще один столб на общую платформу сохранения нашего присутствия в регионе, наверное, будет опрометчиво. Что касается современного официального дискурса армян-российских отношений, это отдельная история. Мы можем зафиксировать как минимум три проблемы, потому что, наверное, все-таки такие встречи нужны для обсуждения проблем, а не для красивых тостов за все хорошее против всего плохого. Так что мы, наверное, будем фиксировать проблемы и уже в такой атмосфере будем пытаться найти поисках решений. Значит, три основные вопросы, которые стоят сегодня на, по крайней мере, в официальном дискурсе армян-российских отношений. Три основные проблемы. Отсутствие четкой коммуникации. По крайней мере, я и мои коллеги не зафиксировали никакого прямого месседжа со страны российских официальных лиц или лиц, принимающих решения по вопросу этого гуманитарного груза. Параллельно в армянском сегменте все примерно имеют представление, какая сейчас повестка и какой основной дискурс задается. То есть отсутствие прямой коммуникации и объяснительных моделей, то, что мы, кстати, с коллегами в Москве обсуждали, отсутствие реальных объяснительных моделей, что, зачем и для чего делается, создает вот эту проблему. Проблему не только двойной трактовки, но открывает широкое поле для совершенно ложной трактовки. Значит, вторая проблема. Заявления, которые делаются, во многом никому не понятны. Та самая мантра о том, что альтернативы трехсторонним заявлениям для установления мира в регионе нет, сложно объясним. Альтернативы нет, но почему-то все переговоры и основные и последние договоренности достигаются в Брюсселе, Вашингтоне, и только потом они ложатся на бумагу в ходе новых трехсторонних встреч на высшем уровне. И третья часть официального, по крайней мере, дискурса армяно-российских отношений состоит абсолютно непонятно, можно сказать, как обычная перепалка. То есть какое-то выяснение отношений между официальными лицами, лицами которых кто-то напрямую, кто-то опосредованно принимает участие в процессе принятия решений. А параллельно к этой всей большой перепалке имеет место другой дискурс о том, что в целом никаких проблем нет. Нам помню заявление про секретаря президента России, что союзнические отношения у нас сохраняются, да, есть проблемы, но мы будем их решать. Каков итог этого официального дискурса? Можем зафиксировать, что как минимум проблемы в армяно-российских отношениях сегодня встали на повестку в России. А если раньше они были даже не второстепенными и не третьестепенными, сегодня они вошли, ну, хотя бы, наверное, в топ-5 ключевых направлений, ориентиров вот этого внешнероссийского какого-то мониторинга для радара, если мы его можем так сформулировать. Теперь коротко к вопросу Джонни, а какие процессы сейчас, какие процессы сейчас наблюдаются. Ну, мы видим продолжение скопления техники, силы, средств на границах республики Армии, на границе Арцаха. Мы видим активные попытки Ирана по недопущению военного развития ситуации, военного сценария на Южном Кавказе. Мы видим попытку Армении диверсифицировать свои контакты и попытаться, это очень важно, и попытаться решить вопрос без обращения или без апелляции к Москве. Знаете, если мы вспомним список лиц, с которым связывался де-факто армянский премьер, то российских коллег там нет, но там есть турецкий коллега. То есть фактически армянская сторона продолжает реализовывать тот курс, который был заявлен о том, что зависимость от России была стратегической ошибкой, о том, что вопросы в регионе и проблемы должны быть урегулированы на основе диалога с соседями, а не с какими-то внешними силами, и реализация процесса на собственном горе видим. Да, если даже в краткосрочной перспективе Армении удастся нивелировать нападение, можно будет создать объяснительную модель, что вот видите, мы связались с Эрдоганом, Эрдоган отдавил на Азербайджан, и вот ситуация урегулировалась. И все. И никаких апелляций к России, как к какому-то арбитру, к третейскому суде, уже в этом нет потребности. Создается новая модель, региональная, новая региональная модель поведения без участия России. А поэтому заявление, звучащее из Москвы о том, что мы готовы содействовать нормализации армян-турецких отношений, а ни в Армении, ни в Турции никто не ожидает вовлечения России в нормализацию отношений между Ереваном и Анкарой. Потом есть прямой диалог, отношения так и так нормализуются. Вот, наверное, если общими мазками, то вот это основные индикаторы, на которые хотел бы обратить внимание, а остальное, наверное, в ходе вопросов и ответов. Спасибо.